Исход 34 стиха Исход 34 стиха Все праздники постоянно провозглашают эти места Писания Здесь говорится про милостивый характер Бога И также говорят про 13 черт характера Бога И каждый раз провозглашают все черты характера Бога И почему особенно делают это на праздники Потому что мы хотим напомнить себе Что Господь благомилостливый и полный благодати и милости И когда человек приходит к Богу и покажет вернуться к ним То ему напоминают эти места Писания Но то что мы здесь видим здесь есть две части В первой части говорится о характере Бога Что Он действительно милует Но с другой стороны написано Что Он не оставляет без наказания И наказывает того Кто этого заслуживает И даже вменяет вину до четвертого поколения Есть в мире что? Что такое? Что в мире есть два мифа Когда я говорю два мифа Это то что думают люди Может быть в чем они уверены Но это неправда Первый миф который люди верят Это то что Бог милостивый Прощает абсолютно все И тогда когда человек так думает И таким образом это принимает Тогда он начинает вести себя Как ему заблагорассудится Он говорит Какая разница что я делаю Бог все равно всегда меня простит И очень часто это ведет К страшным грехам в его поведении И он в себе уверен Что какая разница Все равно даже когда я приду На Божий суд Бог прощающий Многомилостливый Что бы я ни делал Он меня простит Или возможно сегодня я погрешу до конца А завтра я покаюсь Все это знают когда говорят Я лучше это сделаю завтра И мы тоже говорим И мы тоже говорим Завтра я буду хорошо себя вести И это завтра продолжается на завтра и на завтра И так проходят годы А это первый миф А второй миф Это люди которые думают Что Бог Праведен Хотя это не миф Но он постоянно наказывает За малейший проступ Ты делаешь Шаг право Шаг влево Тут же тебя ждет Наказание Тот человек Не думает Про милость Бога И этот человек Постоянно живет В страхе И он начинает Исполнять Все заповеди Из страха И это то что Его провоцирует На то что он смотрит На других людей И в каждом человеке Видит проблему Проблема в том Что человек Не делает что-то Что он не соблюдает Какую-то из заповедей И тогда этот человек Сразу же судит его И это два мифа Две крайности Которые очень Актуальны в наше время Но на самом деле Бог это Милующий И не оставляющий Безнаказания У него есть Два лица Когда-то На народе Ходила такая Притча И которая Соответствует Этим местам Писания Которые мы прочитали Говорили что Отцы Ёли виноград А у детей Скомина На зубах Слышали Такую Пословицу Она написана В Торе Написано Это в книге Пророка Иззекииля В 18 И 18 И 18 Это означает Что если Отец Огрешил То Бог Наказал Сына Как написано Что иногда Даже до четвертого Поколения Мы получаем Наказание Но потом В той же книге Иззекииль Говорит что Человек Умрет За свой Грех Если Отец Согрешил И не изменился Не покаялся То он умрет Будет Наказан За свой Грех А если Сын Продолжает Грешить То он умрет За свой Грех Но если Сын Увидел Злые дела Своего Отца И сказал Сам себе Я не хочу Повторять Путь Своего Отца Я хочу Измениться И он Изменяет Свой Путь Он Изменяет Свою Жизнь Кается Перед Богом И Начинает Соблюдать Его Заповеди Тогда Бог Прощает Его Потому что Каждый Несет Ответственность За свои Собственные Дела И В 18 Главе Здесь Очень Интересный Стих Есть С 29 Давайте Мы Прочитаем Из Иезекииль 18 Глава 29 Стих А Дом Израилев Говорит Не прав Путь Господа Мои Ли Пути Неправ Дом Израилев Не Ваши Ли Пути Неправ Посему Я Буду Судить Вас Дом Израилев Каждого По Путям Его Говорит Господь Бог Покайтесь И Обратитесь От Всех Преступлений Ваших Чтобы Нечести Не Было Вам Преткновением Отвергните От Тебя Все Грехи Ваши Которыми Вы Согрешали Сотворите Себе Новое Сердце И Новый Дух Зачем Вам Умирать Дом Израилев Ибо Я Не Хочу Смерти Умирающего Говорит Господь Бог Но Обратитесь И Живите Он Говорит Сделайте Себе Сердце Новое Все Знают Место Писания Где Бог Говорит Что Я Даю Вам Сердце Новое Но Здесь Написано Вы Сделайте Себе Сердце Новое И Покайтесь И Начните Соблюдать Заповеди Зачем Вам Умирать Вы Знаете Что У Человека Есть Такая Способность Принять Решение Взять В Руки Приложить Максимальное Усилие И Изменить Свою Жизнь Изменить Свой Путь И Были Такие Люди И Здесь Так Написано Вы Сделайте Себе Сердце Новое Но Но На Практике Это Очень Сложно И Не Всегда Это Получается И Тогда Бог Дал Своё Решение В книге И Что Я Изменю Ваше Сердце Я Начну Работать Внутри Вас И Тогда Этот Путь Будет Намного Проще Но В любом Случа Сам Человек Должен Принимать Решение В Каком Направлении Ему Двигаться И Очень Важно Понять То Что Мы Прочитали Что Бог Не Оставляет Наказание До Четвёртого Рода Что Бог Наказывает Того Кого Требуется Наказать Мы Иногда Думаем Вот Я Сделал Какой-то Проступок Согрешил Попросил Прощения И Всё Всё Стерто Это Неправильно Каждый Твой Поступок Несёт За собой Последствия Хороший Ли Поступок Это Хорошие Последствия Плохой Плохие Ты Не Можешь Прийти На Работу Со Всеми Поссориться На Всех Накричать Всех Оскорбить Потом Прийти Домой Покаяться И Думать Что Всё В Порядке Ты Можешь На Следующий День Прийти Попросить Прощения У Этих Людей И Может быть Тебя Даже Простят Насколько Это В Зависимости От Того Насколько Ты Отвратительно Вёл Себя До Этого Но Это Не Означает Что Всё Будет Исправлено Потому Что Возможно Ты На Кого-то Рассердился Этот Человек Рассердился На Тебя И Пришёл И Свои Нервы Вынес На Ком-то Из Своих Домашних И Это Причинило Боль Его Жене Его Детям Есть Целая Цепь Событий Которая Продолжается Мы Об Этому Не Думаем Но Вся Эта Цепь Событий Продолжается И Действует На Людей Вокруг Нас И Так Бог Говорит Что Я Наказываю Того Которого Нужно Наказать Я Прощаю Но Это Не Означает Что Я Оставляю Без Наказание Вы Помните Великий Грех Который Свершил Царь Давид Когда Он Взял Себе Жену Ури И Послал Его Умирать На Войне Бог Сказал Ему Я Твой Грех Тебе Прощаю После Того Как Давид Понял Что Он Действительно Согрешил Он Покаялся Бог Сказал Твой Грех Тебе Простился Ты Не Умрешь Но Твой Сын От Этой Женщины Умрет И Бог Да Наказал Есть Наказание И Я Хочу Чтобы Вы Просто Поняли К чему Я Веду Что Бо Мы Не Делали Маленькое Или Большое Всегда Есть Последствия И Мы Из Из Этого Мы Будем Есть Плоды Этих Последствий И Это Иногда Может Быть Связано С Нашими Отношениями Между Друг Другом Или С Нашими Отношениями С Богом Поэтому Все Мы Предстанем На суд Перед Богом И Поэтому Бог Говорит Покайтесь Сегодня И Измените Свой Путь Сейчас Зачем Вам Умирать Дом Израилев И Слава Богу И Спасибо Богу За то Что У Нас Есть Прощение Грехов Что Через Него Он Дает Нам Новый Дух И Новое Сердце И Тот Кто Верит В Него Он Оправдывается Делами И Своими Собственными Иногда Те Которые Более Сильные Верим Говорят Бог Почему Ты Не Посылаешь Своё Наказание Прямо Сейчас Ты Смотришь Вокруг И Видишь Ужасные Вещи Происходящие И Думаешь Что Нужно Побыстрее Наказать Этих Людей А Во втором Петра В третьей Главе Написано Написано Что Бог Бог Не Опаздывает С тем Чтобы Принести Наказание Но Он Ждет Написано Не Медлит Господь Исполнение Обетования Как Некоторые Почитают Умедлением Но Долго Терпит Нас Не Желая Чтобы Кто Погиб Но Чтобы Все Пришли К Покаянию Каждый Человек Бог Любит Каждого Бог Любит Тебя И Он Хочет Чтобы Ты Покаялся Перед Ним Чтобы Ты Изменил Свои Пути Поэтому Он Ждет И Дает Нам Еще Возможности Еще Бог Милует До Тысячи Родов Поэтому Не Жди Завтрашнего Дня Потому Что Ты Не Знаешь Что Произойдет Завтра Возможно У тебя Не Будет Завтра Используй Возможность Которая У тебя Есть Сегодня Амин Амин